В России действует как федеральное, так и региональное законодательство. В соответствии с федеральным законом с 2009 года оплата коммунальных ресурсов, тепло, вода, холодное и горячее, производится только по показаниям приборов учета. А региональным законодательством предусмотрено внесение оплаты собственникам помещений за отопление равномерно в течение 12 месяцев. А это означает следующее. Берется предыдущий год по конкретному дому. Весь объем тепловой энергии, потребленный многоквартирным домом в течение этого периода, делится на 12. И по каждому жилому помещению, сходя из площади, высчитывается сумма, которая в течение года собственником или нанимателем помещения начисляется за тепло одинаковыми частями. То есть, исходя из расчета до предыдущий год. В конце года, а в этом году в январе, мы получаем счета от поставщика тепла. В этих счетах на основании показаний электронных счетчиков потребления тепла высчитано, сколько в текущем году потребил дом тепла, больше или меньше, чем в предыдущем. Но увеличение суммы влияют разные факторы. Например, зима 2017 года была мягче, а в мае 2018 года отопительный сезон был продлен на 10 дней. Проспект Ленина, дом 71. Двухкомнатная квартира 52 квадратных метра в среднем начислялась по году, исходя из потребления предыдущего года, 950 рублей. Сделана корректировка на доме. Общие показания по дому, снятые в среднем, вернее, не в среднем, а потребление по прибору учета составило 1938 гигг. В сравнении с показаниями прибора учета предыдущего года возросло на 22%. Мы сравниваем с базой предыдущего года, потому что за основу при начислении в 2018 году бралась база предыдущего года. Соответственно, по данной квартире доначисление составило 2270 рублей. То есть это где-то 2,4 месяца. Ну, довольно-таки существенное потребление. Если бы расчет шел не по прибору учета, а по нормативу потребления, то сумма была бы 2088 рублей с учетом повышающего коэффициента 3122 рубля. По областному закону корректировка за отопление производится один раз в год. Кстати, на сегодняшний день в Ленинске-Кузнецком 684 дома с центральным отоплением. И на 355 домах установлены приборы учета тепловой энергии. Исходя из анализа сегодняшнего начисления, что мы имеем? Из 355 домов, на которых установлены приборы учета, по 73 домам сделана корректировка в сторону уменьшения. Но сразу скажу, что в основном это те дома, где приборы учета были установлены не с начала года. То есть у них не было базы предыдущего года, и начисление по данным домам проводилось по нормативу. Соответственно, вот сейчас, сравнивая фактические показания прибора учета с тем, что начислено по нормативу, по этим домам произведена корректировка. То есть я хочу подчеркнуть, что все-таки норматив выше, чем то потребление, которое идет фактически по домам. По 267 домам произведена корректировка в сторону доначисления. Причем размер доначисления варьируется от 1 до 3 месяцев. То есть есть дома, где доначислено в пределах 1 месяца фактического начисления. Есть дома, где доначислено до 3 месяцев. Но при этом, если мы сравним, пересчитаем, вот даже самый большой дом, где идет доначисление 3 месяца, и пересчитаем, как бы было потребление по нормативу, то есть фактически потребление прибора учета все-таки ниже, чем нормативное потребление, если бы на доме не был установлен прибор учета. У некоторых суммы доначисления получились солидные. Но это не означает, что у горожан нет выхода, и им разом придется выплачивать указанные в квитанции огромные суммы. Как заявили в УЕЗ ЖКУ, потребители могут оформить рассрочку по выплате, то есть оплатить частями. Для этого необходимо обратиться в управление единого заказчика и написать заявление. Галина Ильина, Василий Любыхов, Лениск ТВ.